Антон Германович, практически вся наша налоговая таможенная система нацелена на стимулирование финансовых спекуляций, вывоза сырья и капитала за счет подавления внутреннего производства, то есть на закрепление положения России, как по сути экономической колонии разумно управляемых стран. Развитие у нас осуществляется в основном в порядке исключений и требует для себя особых правовых режимов. Коветнесенция этой системы – налоговый маневр, который перенес нагрузку с экспорта сырья на внутреннее производство и потребление, что привело к удорожанию бензина, к убыточности НПЗ, и сейчас субсидирование НПЗ составляет 3,2 трлн рублей в виде отрицательного акциза – это почти весь дефицит бюджета. Рассматривало ли правительство в 2022 году, когда стала ясна дефицитность бюджета, возможность отхода от колониальной, по сути, экономической модели в виде отказа от налогового маневра для стимулирования производства добавленной стоимости в Российской Федерации? Спасибо. Спасибо, уважаемый Михаил Геннадьевич. Уважаемые депутаты, я здесь не могу согласиться про тезис о колониальной модели, о том, что мы стимулируем экспорты наших углеводородов. Все наоборот. И об этом, мне кажется, мы все это время сейчас, при рассмотрении отчета о бюджете, говорим. Сколько было направлено поддержку экономики, сколько было направлено денег на поддержку импортозамещения или нашей технологического суверенитета. И как раз вопрос, вы говорите, опять 3-2 триллиона рублей на поддержку нефтепереработки. Так это часть этих денег, это обратный акциз, как раз идет и на то, чтобы быстрее модернизировались наши нефтеперерабатывающие предприятия. Если бы не было этих денег, не было бы демпфирующих компонентов, то небольшие и малые предприятия по нефтепереработке закончили бы год с убытками. А сейчас их доходность составляет где-то 4-5 тысяч рублей на тонну. А хорошие заводы доходности выше. Но это заводы, которые перерабатывают продукцию сырьевую и производят соответствующие нефтепродукты. Это не колониальная экономика, не сырьевая, как вы это называете. Здесь невозможно с вами согласиться.